Открытый MAC-адрес телефонов и компьютеров в общественных местах может стать причиной для ряда угроз, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. В таких местах, как аэропорты, торговые центры или кафе, устройства активно делятся своими MAC-адресами при подключении к общественным Wi-Fi-сетям. Это может стать причиной для возможных злоупотреблений, например, отслеживания передвижений или даже целевых атак. В самом простом случае эти данные могут быть использованы маркетологами тех же самых торговых центров для аналитики. MAC-адрес — это уникальный номер, который есть у каждого устройства, подключающегося к интернету. Например, телефона, компьютера, планшета или принтера. Этот адрес используется для того, чтобы устройство могло взаимодействовать с другими устройствами в одной сети. Например, когда мы подключаемся к Wi-Fi, роутер видит наш MAC-адрес, чтобы различать устройство и знать, кому отправлять данные. Вскрытие MAC-адреса может повысить вашу конфиденциальность, особенно при использовании общественных Wi-Fi-сетей. Есть несколько инструментов и методов для этого, как на телефонах, так и на компьютерах. Начнем с компьютеров. Для установки ротации MAC-адресов на Windows есть несколько способов. Первый и самый простой — Windows 10 и выше. Заходим в настройки сети, выбираем пункт управления сетями Wi-Fi, включаем пункт «Случайные аппаратные адреса». У меня такого пункта нет, так бывает, но выглядит это вот так. Теперь каждый раз при подключении к сети Wi-Fi ваш компьютер будет использовать случайно сгенерированный физический номер сетевой карты. Если такого пункта нет, как в моем случае, это, кстати, зависит от сетевого адаптера, идем в ручное управление. Диспетчер устройств, сетевые адаптеры, свойства адаптера, дополнительно, network address. В поле «Значения» можно вручную поменять адрес. У меня тоже этого нет, но должно отобразиться вот так. Если эти способы недоступны, то есть еще один — скачать специальный инструмент. Например, опенсорсный бесплатный MAC-адрес-тул с GitHub. Просто устанавливаем его, запускаем и меняем вручную. Но это нужно будет проделывать каждый раз, когда вы перегружаете компьютер. Если у вас Mac OS, то в последних версиях все сделать максимально просто. Заходим в настройки Wi-Fi, нажимаем кнопку «Сведения» или кнопку «Подробнее» рядом с названием сети. В меню рядом с параметром «Частный адрес Wi-Fi» можно выбрать ротацию адреса. В более ранних версиях системы идем в терминал и меняем вручную. С помощью команды iConfig можно посмотреть информацию и увидеть ваш MAC-адрес. А с помощью этой команды можно поменять адрес вручную. Если вы работаете не под админкой, то в начале команды добавляем еще вот такое слово. Все это оставлю в описании. А также поменять адрес можно с помощью опенсорсной программы LinkLayer, которую можно взять на GitHub. Берем, устанавливаем, она появляется в рабочей области вверху, открываем и работаем. Настройки открывают путь к более подробной информации о работе программы. Теперь к смартфонам. Современные телефоны позволяют использовать случайные MAC-адреса при подключении к общественным сетям, чтобы ваше устройство было труднее отслеживать. iOS версия 14 и выше. Откройте настройки Wi-Fi, нажмите на значок информации рядом с сетью, частный адрес и можно выбрать ротацию адреса. Android версия 10 и выше. Откройте настройки, сеть и интернет, Wi-Fi, нажмите на конкретную сеть, дополнительно использовать случайный MAC-адрес. В зависимости от производителя смартфона, путь к этой настройке может быть другим, но главный принцип вы поняли. Ну и общая рекомендация. Когда вы не пользуетесь Wi-Fi и Bluetooth в общественных местах, просто отключите их на своем устройстве. Это предотвратит передачу MAC-адресов в эфир. На этом, пожалуй, все. В современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok